Всем привет! Сегодня у нас очередная карапулечка. Такое коротенькое видео, буквально минут на 7. В нем я хочу рассказать о способах крепления наружников к накосным стропилам и к ендолам. Что такое наружники? Их еще по-другому называют укороченные стропила. Это элемент стропильной системы, которая одним или двумя краями опирается или на накосное стропило, или на ендол. На данной модели представлена двухскатная вальмовая крыша с двумя шипцами. Со стороны вальмы, как вы видите, наружники идут от маурлата до накосного стропила. Со стороны же основного ската наружники идут от ендовы и соответственно тоже до накосного стропила. Как в настоящее время выполняется узел примыкания наружника, например, к накосному стропилу. После того, как элемент установлен в проектное положение, он прибивается к накосному стропилу тремя-четырьмя гвоздями на 100-120 мм. Или же пристреливается нейлером. Окончательное закрепление производится длинным толстым шурупом с широкой шайбой, так называемый глухарь. Но в этом видео я хочу поговорить немножко о таком классическом, старом, но в то же время очень надежном способе. Речь идет о так называемых черепных брусках. Что они собой представляют? По сути, это обычный брусок сечением, как правило, 50 на 50 мм, длиной 20-30 см. Прибивается такой черепной брусок к накосному стропилу двумя-тремя гвоздями на 100-120 мм. И такой брусок он попирает именно нижнюю часть наружника, потому что сверху пойдет обрешетка и она, соответственно, раскрепит верхний край. Но также есть альтернативные узлы, когда, например, верхний край может раскрепляться, например, с помощью скобы. Скоба забивается в наружник и забивается в накосную стропилу. Тем самым поверху у нас будет дополнительная связь. Вместо черепного бруска могут использоваться черепные доски. Смысл тот же самый, просто сечение у них не 50 на 50, а 50 на 100 или 50 на 150. Они подпирают всего-навсего большую площадь. Что касается примыкания наружника в кендове, смысл точно такой же. Снизу идет черепной брусок, а сверху здесь вот можно установить скобу. Мы видим, что наружник он как бы установлен в распор между яндовой и накосным стропилом. И надежно закреплен двумя черепными брусками. И вырваться ему из такого положения практически невозможно. Черепные бруски могут использоваться не только для крепления наружников, но также для крепления каких-то других элементов. Рассмотрим пример со стойкой. Или так называемые подстропильники. Здесь черепной брусок также подпирает верхнюю часть данной стойки. Он также может быть установлен снизу, чтобы обеспечить уже гарантированное соединение. Но конкретно на данной модели черепные бруски на стойках применены не будут. Потому что внутри будет организовано мансардное помещение и данные черепные бруски не будут мешать. Поэтому узел придется решать либо с помощью каких-то боковых накладок, либо использовать те же самые глухари. Есть вариант, когда черепные бруски вставляются в аккурат между наружниками. Но мне такой способ не нравится. Объясню почему. Как правило расстояние между наружниками не является одинаковым. Присутствует какая-то погрешность. Поэтому придется индивидуально промерять каждый интервал. И под этот интервал индивидуально резать наружник. Гораздо проще изготовить такие вот коротыши. Нарезать их целую поленницу. И потом просто брать по одному и устанавливать по месту, попирая каждый наружник. Изготовить такие черепные бруски очень просто. Буквально как два пальца об асфальт, если под рукой есть торцовочная пила. Принцип действий следующий. Угол поворота торцовочной пилы мы выставляем по углу горизонтальной проекции накосного стропила или индовую. В данном случае все скаты одинаковые по 29 градусов. Поэтому горизонтальная проекция накосного стропила и ее угол будет 45 градусов. Угол наклона торцовочной пилы выставляется по углу наклона накосного стропила. В данном случае чуть больше 21 градуса. То есть мы повернули торцовочную пилу на 45 градусов, наклонили на 21 градус. И в этом положении нарезаем черепные бруски. Но сначала необходимо нарезать черепные бруски левые. Потом зеркально отразить углы на торцовочной пиле и черепные бруски напилить уже правой. Здесь есть еще один технологический нюанс. Если черепной брусок будет иметь сечение, скажем, 50 на 100 или 50 на 150 миллиметров, то глубины пропила торцовочной пилы может тупо не хватить. Поэтому данные черепные бруски придется запиливать плашмя. В этом случае необходимо угол поворота и угол наклона торцовочной пилы просто-напросто поменять. То есть она будет поворачиваться уже не на 45 градусов, а на 21. И наклоняться наоборот. Не на 21, а на 45 градусов. Вот такие вот технологические тонкости. Если же под рукой нет торцовочной пилы, то не беда. Подобные бруски можно изготовить с помощью обычной дисковой пилы. Придется сделать какую-то мастырочку, какой-то шаблончик, такой импровизированный станок. Прикрутить какую-то направляющую. Дело буквально одного-двух часов и проблема будет решена. Вот это, пожалуй, все видео. Благодарю всех за внимание. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих видео. Пока!